Итак, друзья, о военной помощи со стороны Соединенных Штатов в Украине. Сейчас мы будем общаться с Борисом Пинкусом, руководителем Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк. Борис, здравствуйте, огромное спасибо, что нашли время. Добрый вечер, рад вас слышать и видеть. Слава Украине. Героям слава. И вот сразу же первый вопрос. Скажите, пожалуйста, зашел разговор относительно умных бомб. Ну, на очереди, мы очень надеемся, и истребители Украина этого ждет. Возможно ли такой вариант? Давно пора. Согласны. Конгресс выделил, да, 100 миллионов долларов было выделено на обучение украинских летчиков на F-15, F-16. Летчики давно готовы, да еще их похвалили в Конгрессе. Конгрессмен, который курировал подготовку летчиков в Калифорнии, он был в восторге. Он говорит, ребята просто, говорит, уникальные, хватают с неба все. Это было более чем два месяца назад. А где самолеты? Вот, да. В этом вся проблема. И более того, вот сегодня наконец-то заговорили вслух о патриотах. То есть, патриоты, просьбу, значит, Остин, наш министр обороны передал свою просьбу Байдену, и Байден должен еще рассмотреть. А средства информации уже стали говорить об этом. Но спрашивается, как можно, сколько можно рассматривать? Подпишите. Более того, и, знаете, сопровождают оговорками, что обучение на патриотах требует от двух до четырех месяцев. Ну, господа, ведь это все уже было в списке Лен-Лиза. И Абрамсы танки, и патриоты там, и F-15 в 16 там. И подготовка вроде бы ведется. А вот оборудования нужного как не было, так и нет. И не случайно генерал Залужный написал потрясающую схему, план, в чем нуждается Украина и как это можно было бы сделать. И, казалось бы, все налицо. Давайте же. Почему мы подвергаем издевательству украинский народ? Ведь все это можно было предусмотреть заранее. Беда вся в том, что нам, американцам, налогоплательщикам, это обходится дороже. Чем дольше война в Украине, мало того, мы теряем жизни в Украине, так еще нам приходится платить. При всем том, что у нас масса своих местных проблем, это инфляция, это преступность, это нелегальная эмиграция и многое другое. А вот непонятно, что происходит вокруг Байдена. И вдруг появляется новый, знаете, нафталином покрытый наш Киссинджер, великий Киссинджер. Ну, дай бог ему здоровья, он в свое время многое сделал, хорошего, конечно. Но сегодня его видение на проблемы Украины просто неуместное. Говорить о том, что надо вернуться опять, вернуть, о Крыме речи не должно быть, о Луганске Донбассе, о Луганске Донбассе речи быть не может. Надо остановиться на этом и провести референдум. Вы посмотрите как. Он ведь не случайно это говорит, господа. Это к нему обращаются те самые больные, знаете, синдромом Макрона, который периодически повышает свои голоса. Причем на фоне того, что украинская армия имеет успехи сегодня, по всей линии фронта осталось только дать то, что нужно Украине, чтобы добить врага и вышвырнуть за границы 1991 года. А нет, идет борьба. С одной стороны, те, кто, видите ли, боится, если Украина выиграет, они боятся потерять влияние, они боятся, что политическая карта будет так перекроена, что они окажутся на задворках политической жизни мировой. А с другой стороны, есть те, кто поддается вот этим вот шантажам путинской политики, который периодически выдвигает вперед своего Пригожина, говоря о том, что вот посмотрите какой бандит рядом со мной. Если меня не будет, будете иметь дело вот с ним. Так лучше со мной имейте дело. 22 года я вам продавал газ, я вам продавал нефть, вы комфортно жили, так что вам еще нужно? Вот они поддаются на это. В этом вся проблема. Поэтому наша надежда сегодня, как можно скорее, чтобы республиканцы приступили к своим обязанностям с 3 февраля, речь идет о большинстве в Нижней Палате, и пусть выполняет свои обещания. Речь идет о том мейнстриме республиканцев, которые обещали, что будут оказывать Украине помощь ту, в которой она остро нуждается сегодня. Тем, чтобы победить, вышвырнуть врага за границей 1991 года. Вот такая проблема сегодня стоит. Борис, но все-таки администрация Байдена обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с вопросом о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере почти 38 миллиардов долларов. Учитывая двупалатную поддержку Украины в Конгрессе, с какой долей вероятности вы оцениваете, что Конгресс согласится? Вот смотрите, на сегодняшний день всего выписано чеков, с учетом этих 38 миллиардов, почти 100 миллиардов. Освоено где-то 19,5 миллиардов. То есть на эту сумму представлено оборудование. Теперь речь вся заключается в том, чтобы если эти доллары были подкреплены конкретным видом вооружения, когда нет вооружения ни на складах, ни в производстве, грош цена этим долларам, этим чекам. Об этом как раз и говорил будущий спикер Кевин Маккарти, который говорил, что не будет карт-бланша, не будет пустого выписывания чеков, за которыми нет оборудования. Поэтому давайте будем честными. Выписываешь чек, он не должен быть на пустом месте. Чек должен покрыть то оборудование, которое уже готово к отправке. Или находится в процессе производства. И нужно давать конкретные даты, когда то или иное оборудование, которым нуждается Украина, будет уже поставлено в Украину. Вот так должно быть. Поэтому, конечно, звучит красиво. Вот миллиарды, дорогие мои, это огромные деньги. Но Украине нужно оборудование, то, в котором она очень нуждается. Это прежде всего НИСАМСы, системы противодушной обороны, которыми должны были быть покрыты все областные центры Украины и энергетические центры. Это должно было быть 2-3 месяца назад. И даже не сегодня. Второе, это Хаймерсы с ракетами радиусом действия 300, 500 и более километров. С тем, чтобы бить по тем местам, откуда идет обстрел Украины. Белгородская область, бей по Белгороду. Москва, бей по Москве. Вот только тогда можно остановить этих варваров. Иначе конца нет. Вы понимаете, господа, нет конца этому. Мы теряем народ. Мы теряем целый этнос. И я поражен выносливостью, героизмом украинского народа. Не только я, а многие народы. Я вам прямо скажу. И грош цена Западу, прежде всего Америки, которая взялась помогать стране, которая защищает нас, американцев, не только себя. Нас защищает сегодня Украина. Украина защищает наши ценности, которые положены в основу нашего государства. И мы должны быть благодарны. Украина теряет жизни, а мы расплачиваемся деньгами. Деньги можно вернуть, а жизни не вернешь. Вот над этим мы воюем сегодня. Мы воюем с этим. Да, хотелось бы немножко расширить спектр нашей беседы. И вот в продолжение темы. Скажите, отказ от российских энергоносителей. Конечно, на самом деле это тоже очень важный вопрос. Как вы думаете, страны ЕС вообще делают, прикладывают достаточно усилий, чтобы минимизировать на этом рынке влияние России. И, соответственно, свою зависимость от Российской Федерации в этом контексте. В контексте энергоносителей. Вот смотрите, вот этот девятый пакет, который Европейский Союз сегодня предлагает, так, ведь он тоже имеет массу проблем. Вот эти больные синдром Макрона в самой Европе, они ведь тормозят. Они настолько привязаны к Путину, как экономически, так и материально. Он ведь подкупил их всех там. Они все коррумпированы там. Не только Орбан. Он еще ответит за свое. Свой народ однажды проснется венгерский и спросит с него. Но и та же Франция, тот же Макрон. Сегодня одно говорит, завтра другое. Понимаете, семь пятниц на неделе. Ну, слава богу, Германия начала приходить в себя. Худо, бедно. Она сегодня намного лучше, чем это было два месяца назад. Но и тоже недостаточно. Поэтому вот из вот этих стран, 50 стран, входящих в контактную группу антипутинской коалиции, к сожалению, коэффициент полезного действия от каждого из них далеко не одинаков. И, конечно, бьются, как рыба об лед. Тот же Остин, честь ему и хвала, очень предан Украине. Тот же Блинкин, спасибо ему тоже. И, тем не менее, этого оказывается недостаточно. В самой Европе борьба идет. Вот этих вот течений, которые за то, чтобы как можно быстрее вернуть их к нормальным условиям жизни, этим сам они не хотят отказываться от энергоносителей, которые сегодня еще их связывают с Россией. И, с другой стороны, они побаиваются, они не хотят терять лидерство в Европе. Они понимают, что сегодня Украина лидер, по крайней мере, Европы, а то и всей мировой нашей цивилизации. Цивилизацией, своим жаждой, своей жаждой, своей страстью и своим воинством в защите наших западных ценностей. Они все это понимают, не хотят терять. Поэтому идет борьба. Борьба, которая на руку Путину. Потому что у него таймер. Таймер работает на Путина. С холодами, шантажом с этими энергоносителями. И он проверяет терпение. Чего терпение быстрее лопнет. И, слава богу, терпение украинского народа не лопнет. Мы все там уверены в этом. Но проблема в европейских народах. Вот посмотрите, что произошло пару дней назад в Брюсселе. 16 тысяч брюссельцев вышли на улицу. Они уже требуют улучшения экономики. Они жалуются на высокие цены, на инфляцию и так далее. Это может иметь цепную реакцию. Профсоюзы Германии. Они то выходят на улицы, то воздерживаются. И, тем не менее, это не значит, что они сдались. Они хотят тоже вернуть все на свои круги до военного периода. Я имею ввиду 24 февраля этого года. Короче, положение серьезное. Сегодня нам надо всем собраться в единый кулак. И не сдаваться. Наоборот, добивать. Добивать свои правительства, своих законодателей, чтобы они до конца помогали Украине. А победа не за горами. Вы посмотрите, каких успехов смогла достичь Украина за эти годы. За эти месяцы, за 10 месяцев она смогла вернуть больше 50% оккупированных территорий. Кто об этом мог мечтать в самом начале войны? Честь и хвала Украине. Более того, гордость берет за украинский народ. Они стали, украинцы стали производить сами некоторые виды вооружений. Те же дроны. Вы посмотрите как. Поэтому я еще, будучи позитивным, скажу вам, господа. Сегодня те деньги, которые идут в Украину, предусматривают создание военной инфраструктуры в Украине. Сегодня же идут те части высоких технологий, которые будут предназначены для производства тех видов вооружений, которые по силам украинской армии производить у себя. То есть вот такие шаги уже имеются. Проекты есть и уже есть поступления тех видов частей, запчастей, которых Украина сегодня остро нуждается. Я оптимистичен, как бы ни было, признаться, потому что у Запада нет выхода. Украина защищает весь Запад. Мы это понимаем. И мы будем продолжать давить на свое правительство, чтобы это быстрее закончить. Борис, спасибо вам огромное за этот разговор, за слова вот такие поддержки вооруженных сил Украины и украинского народа. Мы в ответ можем тоже сказать честь и хвала американскому народу. Мы ценим вашу помощь. И вы наши братья на века. Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо генералу Залужному. Головарец, руководитель республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.